Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим про опухоль верхней губы. К нам обратилась женщина, у которой образовалась припухлость на верхней губе. Она постепенно прогрессировала и постепенно небольшие узелочки слились в конгломерат, стали появляться единичные на нижней губе. Это беспокоило пациентку с точки зрения внешних проявлений, косметологических наростов, так и жжения небольшой болезненности в области подобных высыпаний, чувства инородного тела. Что это такое? Ну, соответственно, это по внешнему виду новообразование или опухоль. Здесь, конечно, речь не идет о вирусе папиллома. Почему? Потому что, по сути дела, это не папилломатозное разрастание, это разрастание, собственно, кожи. В то время как наросты папиллом, бородавок, это разрастание верхнего слоя кожи эпидермиса. Естественно, что было проведено гистологическое исследование сначала. То есть был вырезан маленький кусочек кожи и отправлено на патологоанатомическое исследование, где установили диагноз цилиндрома. Это в основном доброкачественная опухоль кожи человека. Выделяют единичные опухоли на коже и множественные. Как правило, при множественных опухолях образуется такой тип наследования, как аутосонодоминантный. Однако, у нашей пациентки не было в роду подобных опухолей. Первичным элементом подобной опухоль является небольшая папула или узелок. Очень часто она находится на волосистой части головы. Действительно, есть такие фотографии по волосистой части головы. Второе, по частоте локализации, это непосредственно лицо, как в нашем случае. Здесь, конечно, узелочки, они меньше по объёму, однако также они обладают свойством, скажем так, формировать такой конгломерат, слияние, захватывающий в нашем случае и верхнюю губу и, соответственно, носогубный треугольник, ну и частично уже нижняя часть лица, обороток. К счастью, данная опухоль не переходит или очень редко переходит в злокачественную и основными характеристиками этого является изъязвление или очень быстрый агрессивный рост. Как правило, соответственно, подобных злокачественных трансформаций не обнаруживается. Как лечат данную опухоль? Ну, к сожалению, локализация довольно сложная и в ряде случаев здесь требуется помощь, кого? Помощь, конечно же, челюстно-лицевых хирургов, что наиболее правильно. При отсутствии возможности привлечения челюстно-лицевых хирургов, что делается? Послойно извлекается вот эта опухоль с помощью обезболивания и того же самого аппарата сургитрона, который обладает свойством испарять ткани при температуре от 40 до 80 градусов, что хорошо с точки зрения формирования достаточно аккуратного рубца, что, в принципе, постепенно и делается. Поэтому, в общем-то и целом, действительно, вид такой достаточно нехороший. Однако эта опухоль доброкачественная, как правило, и, в принципе, единственный минус здесь – это то, что удалять нужно довольно большое кожное образование, раз, и второе, конечно же, это то, что с точки зрения прогноза с возрастом наблюдается постепенно увеличение количества папок. То есть не факт, что вот в других участках кожного покрова после нашего удаления, даже полного, не появится других непосредственно очагов подобного заболевания. Более того, правило, они появляются с возрастом. Поэтому, конечно, здесь желательно не доводить вот до таких больших размеров подобного опухоль льда и как можно раньше удалять появляющиеся узелочки, да, чтобы соседняя эпидерность нормально эпидеризировала непосредственно удаленный участок и не образовывалось неприятных и довольно обширных рубцов, тем более на лице. При необходимости диагностики лечения речных высыпаний в области кожи, вы можете обратиться к драматологам нашего медицинского центра Платных КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, а также смотрите данные фотографии в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клинические случаи». Спасибо за внимание.